Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень рад, что вам понравилась первая часть про топ-5 фишек MIUI, поэтому с удовольствием продолжаю эту тему. Сегодня у нас вторая часть. Показывать буду на Redmi Note 10 Pro. Как по мне, телефон обалденнейший, но по той цене, которая на Алиэкспрессе. Ссылочка есть в описании. В России цена, к сожалению, за него дороговато. Первая фишечка касается Google клавиатуры. Когда вы печатаете какое-то сообщение, то можно немножко проще делать пробел с точкой. Например, вы печатаете, 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 два раза нажимаете на пробел, он сам ставит точку, сам ставит пробел и делает буквы снова большими. Опять приложение какое-то там ввели, что-то сделали, два раза пробел, опять точка, пробел и большие буковки. Вот такая вот, ну, не знаю, мне кажется, симпатичная фишечка. Следующая фишечка, ребята. Многие ее знают, но для кого-то, возможно, станет она полезной. Как сделать здесь вот еще одну иконочку? Как видите, она не всовывается, но если зайти в настройки, пролистать немножечко вниз, расширенные настройки, спецвозможности, зрение и масштаб изображения на экране. У нас сейчас стоит с вами S, сделают маленький самый. Не бойтесь, потом вернем все назад. Нажать ОК. Соответственно, у нас с вами все изменится и станет, видите, очень-очень маленьким. После этого, зажав иконочку, ее можно будет уже сюда вставить. Потом, соответственно, мы возвращаемся с вами в настройки, где только что были. Возвращаем снова назад. Как и было, чтобы нам был привычный наш шрифт. ОК. И, как видите, все. Все у нас стало хорошо. Шесть иконочек стало и снова большой шрифт, как же, как и был раньше. Третья фишечка, ребят, будет у нас из Activity Launcher. Это программка, которая позволяет вам получить доступ к тем настройкам, которые есть ваши в телефоне, но они не были выведены в вашу прошивку. То есть, скрытые настройки телефона скачать можно в телеге. Вводите в поиски слово «Хранилище». Настройки «Хранилище». И здесь мы получаем старый вариант хранилища, который был в MIUI 11. В MIUI 12 выглядит вот так вот, и в нем нет важного пункта, который есть здесь. Именно данные кэша, то есть, почистить кэш можно как раз вот таким образом. Чтобы не мучиться и постоянно сюда не лазить, ребят, долгим тапом держите на Activity Launcher, нажимаете «О приложении». В других разрешениях даете ему доступ на создание ярлыков на рабочий стол. Удис, вот видите, он есть. И, соответственно, когда вы в Activity Launcher перешли, зажимаете «Хранилище», «Изменить ярлык». Создать ярлык будет вот такой на рабочем столе. «Изменить ярлык», можете выбрать сами картиночку. Вот нравится вам такая, например. Окей. Все, после этого вот появилась картиночка, вот я также себе выводил. Соответственно, нажав на нее, вы сразу будете получать доступ к хранилищу из MIUI 11, в котором есть возможность почистить кэш. Фишка номер 4, друзья. Как поставить на рингтон на свой? Любую музыку, которую вы хотите, любой фрагмент. Делается это все в телефоне, никаких проблем с этим нет. Правда, для этого нужно будет приложение родной MI музыка. Заходите в «Мою музыку», ну или где у вас хранится. Запускаете мелодию. Пошла музыка. Вот, например, с этого момента вы захотели сделать рингтон. Нажимаем «Ножницы». Выбираете тот фрагмент, который вам нужен. Например, это будет, там, я не знаю, сколько секундочек, 20 пускай. И есть кнопочка «Установить на звонок». Бэнь. Сейчас она ее обрежет и установит вам в качестве рингтона. Мелодия звонка установлена. Давайте позвоним, проверим. Как видите, все получилось очень удачно. Ну и пятая фишка, ребят, как обычно, фантастическая. Для этого нам нужен будет другой телефончик. А именно POCO F3. Опять же, в России продаются за какие-то дорогие деньги, ребят. На Алиэкспрессе можно купить дешевле. Ссылочка на него будет в описании. И пятая фантастическая. В нем есть такая функция в камере. Я последний раз такое видел в НОКе. А в нем добавили сейчас. Если мы зайдем с вами в папочку «Видео», поднимем немножечко вверх, у нас будет с вами двойное видео. Нажимаем. И, соответственно, вот я, ребят. Привет всем, друзья. А вот стилус, который мы все показываем. То есть половина экрана у нас сюда, половина экрана у нас туда. Нажав здесь или здесь, можно сделать, например, вот так будет маленькое окошечко. Да, я буду весь большой. Нажав сюда, наоборот, я буду в маленьком экранчике, а здесь у нас будет большой. Также, друзья, это все работает и вот в таком варианте. В лежачем. То есть также можно спокойно посмотреть. Привет, привет, где там я? А вот наш стилус. Вот такая пятая фишка, ребят. Немножечко фантастическая. Но если будет новый смартфон, будете уже знать о том, что такие вещи существуют. Что ж, друзья, будем заканчивать. Надеюсь, по достоинству оцените очередные пять фишечек нашей с вами системы. Милые телефоны в Xiaomi. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.